Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы вместе с вами обсудим очередной драмагеддон на бьюти ютубе, а именно иски против Тати и от Тати. На данную тему есть уже аж целых три видео у Марии Визаж. Она сделала подробнейший перевод всех исков против Тати и от Тати. Там материалы на два часа, так что если вы хотите подробнее углубиться в эту тему, то я обязательно оставлю вам ссылочки на все это внизу. В этом же видео я хочу рассказать краткую историю для всех тех, кому интересно, что же там произошло, но кто не хочет тратить аж целых два часа своего личного времени на углубление в этот контент. Так что заваривайте чай, кофе, присаживайтесь поудобнее и поехали! Итак, для тех, кто вообще не в курсе, кто такая Тати и что же там происходит американцев, рассказываю с самого начала. Тати это один из самых крупных бьюти-блогеров в Америке. У нее сейчас на канале аж целых 9 миллионов подписчиков. Тати дружила с такими блогерами, как Джеффри Старт, Джеймс Чарльз, Мэнни Эмьюэй. В общем, вся-вся та шайка, она крутится в одном и том же соке, в одном и том же супе, она варится. И вот примерно год назад произошел главный дермагеддон всего бьюти-ютуба, вся ситуация с Джеймсом Чарльзом. На эту тему вы тоже можете посмотреть целую кучу видео. Например, у Ленски бьюти все очень-очень подробно описано, что же там произошло. Примерно в то же время, год назад, Тати перестала снимать свои видео на ютуб, перестала их выпускать, аргументировав это тем, что она, во-первых, очень подавлена всей ситуацией с Джеймсом Чарльзом, и, во-вторых, тем, что она опасается за свою жизнь, за то, что она раскрыла, скажем так, тайну от Джеффри Стария. И кроме того, также Тати продает свой дом в Лос-Анджелесе, и они с мужем Джеймсом уехали сначала в один дом, потом в другой, и сейчас их локация не раскрыта, прямо-таки конспирсии у нас везде творится. В общем, Тати прячется, и все думали, что это связано с Джеффри Старом, что она якобы переживает за свою жизнь. По крайней мере, именно такую лапшу Тати повесила нам на уши. Сейчас же, после всех исков, выясняется то, что все не совсем так, и, скорее всего, Тати переехала и скрывает свое местонахождение, потому что они с мужем занимаются мошенничеством. Кроме того, нужно обязательно сказать, что у Тати есть свои бизнесы. Первый бизнес – это Halo Beauty, то есть бренд витаминок. Мы с вами его уже обсуждали, и много кто вообще о нем уже всего снимал, и хорошего, и нехорошего. В общем, витамины Тати у нас выпустила. И второе начинание Тати – это декоративная косметика. Декоративная косметика – это вот она, палетка, которая называется Tati Beauty. Заметьте, не Halo Beauty, Tati Beauty. И также у этого же бренда вышли спонжики для макияжа, которые назывались Blendiful. Я их, честно, не покупала, потому что мне это показалось какой-то фигней. Брендом Halo Beauty владеют три лица, не только Тати. Это Тати Весбрук, ее муж Джеймс Весбрук и Кларк Свонсон. Кларк Свонсон выступает тут в качестве инвестора, потому что у Джеймса, мужа Тати, достаточно плохая кредитная история. Можете посмотреть опять-таки все это подробнее у Марии Визаж. Дело в том, что у мужа Тати есть достаточно криминальное и интересное прошлое. Простите, криминальное, а то сейчас и на меня в суд подадут. У Джеймса есть интересное прошлое, давайте скажем так. Он попадался за хранение наркотиков, у него есть условный срок до 15 лет, тоже за хранение наркотиков. Еще когда он был подростком, также есть одна крайне неприятная история с его мамой, где он якобы воздействовал на свою больную мать, которая умирала, чтобы она переписала на него все денежные доходы и дом на Гавайях. В общем, неприятная история. Помимо этого, у него еще есть официальное банкротство, несколько неудачных бизнесов. И в связи со всем этим у мужа Тати, Джеймса Весбрука, крайне неблагоприятная кредитная история. Поэтому деньги на развитие бизнеса ни один банк в Америке ему не давал. И именно поэтому пришлось привлечь Кларка Свонсона. Доли в данном бизнесе распределялись вполне понятным способом. У Кларка Свонсона, как у инвестора, было 50%, у Halo Beauty, у Тати и у Джеймса другие 50%, то есть у Тати 25% и у Джеймса тоже 25%. В один момент Тати и Джеймс решили то, что их не устраивает данная ситуация и они хотят больше. И они обратились к Кларку Свонсона с крайне заманчивым предложением. Давай-ка, Кларк, мы с тобой изменим наши доли. У всех будет одна треть. У Тати, у Кларка и у Джеймса по одной трети. А взамен, взамен все, что придумывает Тати, то есть не только витаминки, а декоративная косметика, парфюмы, еще что-то. Все будет выпускаться под брендом Halo Beauty и, соответственно, приносить доход. Тебе же, Кларк, и Тати с Джеймсом, конечно же, тоже. Помимо этого, Тати с Джеймсом понаобещали не только то, что будет выходить все начинания под брендом Halo Beauty, но и также то, что они будут прикладывать все возможные усилия по расширению компании Halo Beauty, по ее большей реализации, по ее продвижению, в общем, по созданию крупного-крупного концерна Halo Beauty. Кларк Свонсон, как мы уже знаем, по дальнейшим событиям согласился на данное предложение, и Тати с Джеймсом, получив свою долю, пропадают. А у бренда Halo Beauty ничего не происходит, новые запуски не происходят, больше того, выходит палеточка Тати Бьюти, та-да-да-да-дам. И выходит, как я уже описала в самом начале видео, под брендом Тати Бьюти, не Halo Beauty. Как вы можете понимать, Кларк Свонсон очень удивился тому, что происходит, и явно стал понимать, что где-то его надули. Так и произошло, к Тати обратилась компания Seed Beauty, она же выпускает Colourpop, KKW Beauty, также она выпускает Kali Cosmetics, и они предложили сделать Тати косметику. Видимо, предложение было с финансовой точки зрения очень хорошим, на что Тати согласилась, и мы видим продукт этого непорочного зачатия, а именно палетку Тати Бьюти Volume 1. Помимо этого, также у этого бренда вышли спонжики, и мы можем наблюдать то, что о бренде Halo Beauty ничего не слышно, в то время как прибыль от вот этого произведения идет Тати и Джеймсу, но не идет Кларку Свонсону, хотя ему обещалось обратно, и обещалось то, что он отдает часть акций Тати и Джеймсу, взамен они выпускают все продукты под Halo Beauty, и он получает с них прибыль. Сейчас же мы видим обратную ситуацию, то, что Тати не сдержала свое обещание, то, что она выпустила свою косметику на стороне, и Кларк остался с носом, просто с носом. Кроме того, насколько сейчас слышно, Тати и Джеймс вывели деньги со счетов Halo Beauty, так, чтобы они не достались Кларку. То есть до начала судебного процесса они избавились от активов компании, и по сути, когда пройдет судебное разбирательство, Кларку, скорее всего, ничего не достанется. Я думаю, вы теперь понимаете, в чем же содержался иск от Кларка Свонсона против Тати. Там на 30 страниц расписано о том, как Тати с Джеймсом пришли к нему, как они ему наобещали расширять Halo Beauty, как они ему наобещали выпускать все продукты под брендом Halo Beauty, но не сдержали свое обещание, иными словами, надули несчастного Кларка, и именно эта информация и содержится в данном иске. Кларк, конечно же, уверяет то, что он потерял на этом очень много своих собственных денег, которые он вкладывал в развитие Halo Beauty. Также он на свои собственные деньги брал кредит в банке, чтобы арендовать Джеймсу, мужу Тати, Мазератти, на котором он ездил. Да-да, очень интересная, странная и запутанная история, которая уже поставляет Тати в неблагоприятном свете. Итак, с иском от Кларка Свонсона против Тати мы разобрались. Есть еще два иска. В чем же их суть? Эти иски поданы уже не против Тати, наоборот, сама Тати их подала, но не против Кларка, не в ответочку она ему какашиками кидается, нет, она подала иск против блогера, который освещает всю эту ситуацию. Но, насколько я понимаю, на американском YouTube очень развит формат разных скандальных блогов, где рассказываются про разные дармагеддоны, армагеддоны, скандалы между блогерами, селебрити и различными другими. личностями, скажем так. И есть канал Without a Crystal Ball, который также освещал всю ситуацию с Тати. Вообще, на данном канале, насколько я понимаю, я сама лично не смотрела видео этого канала, там содержатся различные скандалы про разных блогеров, и в том числе про Тати, и выходили они еще до того, как Кларк Свонсон подал свой иск, то есть уже давным-давно шли различные разбирательства на тему того, у кого же что случилось. И вот только когда, 20 октября, Кларк Свонсон подал свой иск против Тати, именно тогда Тати закопошилась, и 30 октября, всего 10 дней спустя, она подала свой иск против этого самого канала, Фаут и Кристалл Болл, против ее владельца Кэйти Полсон, и против других ее аккаунтов, этой самой Кэйти. Суть данного иска заключалась в том, что Кэйти порочит имя Тати Бьюти и Джеймса Весбрука, что она причиняет им материальный ущерб, так как распространяет клевету и портит их репутацию. И идет иске Тати на 20 или тоже 30 страниц, полное описание того, какая же Кэйти плохая и что такого ужасного они там со своим каналом творят. А именно, Тати приводит конкретные твиты Кэйти, которые якобы содержат клевету, также она приводит конкретные видео, которые, видимо, Тати пересмотрела, и она прямо-таки цитирует те слова, что были сказаны в видео. Всего Тати подсчитала в своем уме, не знаю, каким образом она это вычислила, что Кэйти и ее канал принесли убытки Тати, Хейла Бьюти и Джеймсу Весбруку на 5 миллионов долларов. Что же такого ужасного делала Кэйти и ее канал Without a Crystal Ball? Вся суть заключается в том, что еще до того, как появился иск от Кларка с Монсоном в сторону Тати, Кэйти освещала различные ситуации из жизни Тати и других блогеров. Еще за год до всех этих событий Кэйти делала статью, Кэйти создавала статью о прошлом Джеймса, то есть о муже Тати. Там она как раз-таки рассказала и про то, что его задерживали, про его условный срок, про банкротство, про ситуацию неприятную с его семьей и мамой, про все это она там рассказала, и также она сделала несколько своих личных выводов о Тати. Вся информация о муже Тати, то есть о Джеймсе, была подтверждена документально, то есть были доказательства, а вот как раз-таки то, что данная девушка говорила о Тати, не было подкреплено ничем, то есть содержало, скорее всего, ее личное мнение. Именно за это Тати и ее адвокаты уцепились, и они начинают брать все слова и переворачивать наизнанку, вырывать из контекста. Иными словами, у Тати с Джеймсом явно подгорела сильно жопка с этого иска Кларка Свонсона, и они стали думать, где же взять деньги, и, видимо, решили взять деньги от Кэти. И, возможно, возможно, я так думаю, то, что если бы они захотели обратиться к другому инвестору, не к Кларку Свонсуну, а к другому, скорее всего, они просто этого сейчас делать не могут, потому что вокруг них вьется столько драмы, столько информации есть в интернете об этих двух людях, что никто не даст им деньги. Поэтому они решили напасть на Кэти, подать такой плохой пример, отсудить и закрыть часть информации, которая выставляет их в неблагоприятном свете. По крайней мере, это мое мнение, что так происходит, то, что им никто не может выдать больше деньги и кредит, они намели, и поэтому они нападают сейчас на Кэти, чтобы скрыть о себе информацию и получить какие-то деньги, еще и вдобавок. В своем иске Тати против Кэти подробно описывает различные видео, которые порочат репутацию Джеймса, и Тати просит, соответственно, суд, вычислить сумму материального ущерба и прекратить это безобразие. Там написано, что вся информация, распространяемая Кэти и ее соцсетями, принесла, во-первых, материальный ущерб Тате, Джеймсу и Хейло Бьюти, во-вторых, она лишила их спокойствия, сна, у них началась тошнота, что им плохо, депрессия. В общем, очень и очень Тати и Джеймс переживают сильно на эту тему. Вот такой вот иск у Тати против блогера. И также сразу после первого иска приходит второй иск, но уже не совсем от лица Тати, а от лица адвоката Тати. Дело в том, что блогер Кэти, как только получила письмо о том, что против нее выдвинул такой-то иск, стала удалять свои твиты из твитера, некоторые видео она тоже закрыла. То есть, иными словами, Кэти прячет доказательства своей якобы вины. Не совсем понятно, действительно ли есть какая-то вина Кэти, потому что, как я уже сказала, я сама не смотрела эти видео, и я не могу сказать, выдавала она свое мнение как факты, или же она просто высказывала свое мнение, но в любом случае, видимо, Кэти испугалась, стала удалять свои твиты от Тати, стала удалять также часть видео от Тати. Тати, увидев ее адвокаты, что твиты исчезают, что доказательства испаряются, они накатали второй иск, который уже писал адвокат, а не Тати, и в этом иске адвокат подробно описывал то, что видео стали исчезать, и сам иск заключался в том, чтобы Кэти перестала, наконец-таки, удалять свой контент. Этот адвокат в своем иске кратко, четко, по делу, расписывает то, что он сам вел каналы Ютуба, о том, что у него у самого были страницы Фейсбука, Инстаграма, и Твиттера, и что он знает, как проводится там аналитика, и что когда контент исчезает, исчезают все данные о просмотрах, о том, сколько людей посмотрело видео, сколько твитнуло, или сколько ретвитнуло, сколько людей, и кто написал, какие комментарии, и также, что именно отвечала сама Кэти, в ответ на комментарии пользователей, и какую дальнейшую клевету она через эти комментарии распространяла. Достаточно подробно адвокат там расписывает все механики, аналитики, что все это потеряно, ужасно, пожалуйста, прекратите, я требую, требую суд, прекратите этот кошмар, прекратите удаление контента. В общем, очень там адвокат странный, то он требует у Кэти, чтобы она перестала удалять контент, то он требует у суда, чтобы тот постановил, чтобы Кэти перестала удалять контент, то он просит в каких-то письмах о том, чтобы контент не удаляли. В общем, черт поймешь, этого адвоката, что он там хочет, и у кого что он требует. Вот такие вот два иска выпустила в ответ Тати. Как вы можете понять, ситуация крайне странная и неприятная, о Тате уже год ничего толком не слышно, кроме буквально парочки видео. Есть мнение, то что подобным образом, подобными исками, Тати просто пытается поддерживать свое имя на слуху, потому что все будут эту ситуацию обсуждать, все будут так или иначе мусолить Косте и самой Тати, и ее мужа Джеймсу, и возможно подобным образом она просто подогревает, подогревает интерес публики к себе. Лично мое же мнение, которое основано только на моих собственных мыслях, и больше ни на чем, я думаю, то что скорее всего Тати уже год ничего не снимает, прибыль особо она не получает, ее имя действительно нанесен ущерб, не только тем, что творила Кэти, но и также всей ситуации с Джеймсом Чарльзом и Джеффри Старом, и скорее всего, я так думаю, у них, у Джеймса и у Тати закончились деньги, и они подобными исками хотят убить двух зайцев, во-первых, подогреть к себе интерес, и, во-вторых, получить немного деньжат. Но лично мне кажется, то что подобными действиями Тати сама себе роет могилу, сама пилит сук, на котором сидит, потому что, на мой взгляд, Тати просто уничтожает сама свою репутацию, потому что все это грязное белье будет сейчас вытаскиваться наружу, и выставлять скорее Тати в неблагоприятном свете, нежели чем Кларка Смонсона или же блогера Кейти и ее канал Without a Crystal Ball. Лично я никогда не была фанатом Тати, да, я была на нее подписана, но нет такого, чтобы я по ней как-то страдала, и для меня это был просто персонаж, который показывал удачный пример бьюти-блогера, потому что она действительно сделала свое имя с нуля, заработала себе огромную аудиторию, но сейчас она показывает себя крайне в неблагоприятном свете, и вся эта ситуация, на мой взгляд, только уничтожит ее репутацию, и вместо того, чтобы обелять себя всячески, они с Джеймсом занимаются мошенничеством против Хейла Бьюти и Кларка Свонсона, и занимаются подобными странными махинациями с исками. На мой взгляд, честный человек так делать не будет, но это только мое мнение, вы можете со мной не согласиться. В общем, странная и неприятная история, если вы хотите подробнее прочитать каждый иск, подробнее его изучить, если вы хотите вникнуть во всю эту дрянь, иными словами, то можете переходить по ссылкам в описании на видео Марии Визаж, я повторяюсь, там три видео на данный момент выпущено, два часа контента есть на эту тему, и там подробно разбираются все иски, все, что там написано, и подробно, приподробно перемываются кости каждому из участников конфликта. Так что, если вам интересно, то переходите туда и смотрите более подробную информацию. Ну, а я с вами прощаюсь, жду ваше мнение в комментариях по поводу Тати, по поводу всего того, что происходит. Мне будет интересно узнать, поменялось ли ваше мнение о Тате или нет. Еще раз спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайк, если оно вам понравилось, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!